Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro Игра FK Arena И это четвертый выпуск Гайда для новичков Так называется наша новая рубрика на канале Есть такой плейлист, в который вошли Видео с образовательной тематикой По игре FK Arena Различные гайды, там что да как делать Советы и тому подобное И вот есть цикл видео Где идет прокач Аккаунта с ноля Какие вот моменты Аккаунт проходит С самого начала, с какими трудностями Игрок сталкивается И как их решать Собственно в этом выпуске я расскажу вам о том Как подкачать Команду Что делать если не получается Пройти уровень, то есть вообще какие варианты есть Немножко расскажу вам О наемниках Также проведем призыв Прокачаем персонажей И еще вот расскажу вам о союзах Просто тема такая вроде простая Но пообщался я даже с топчиками И оказывается Не все игроки Даже те которые играют уже довольно таки давно Там год-два Точно не знают что это такое Союзы Ну в общем как бы расскажу вам о них Более подробно Итак Начнем пожалуй вот с того Какие становятся доступны нам достижения И новые локации Какие открываются При переходе на какие-то главы То есть основная фишка Это вот 6.20 Когда мы проходим этап То есть 6 глава 20 этап Нам становятся доступны Вот такие вот Чудесные путешествия Что же это за фишка Чудесные путешествия Это вот дополнительные локации Которые действуют Только определенное время Как правило Неделя-две А то вот и месяц Ну в зависимости от самого этого Чудесного путешествия То есть от самого события Со временем Некоторые события Требуют определенное прохождение По главам Даже так То есть есть такое событие Как Туманная долина Но она пока еще закрыта Требует к примеру 17 главу То есть пройти И потом она уже будет доступна Но для всех игроков Которые открыли Чудесные путешествия Этот самый воздушный шарик 6.20 Прошли И становятся доступны Вот смертельные топи На момент записи этого видео Как вы видите Остался еще полный день Я уже собрал основную награду Награда была довольно таки сочная Для приятного старта Для комфортного старта Лучше не придумаешь Также добавилась еще Локация к нам Вершины времени В первом Вот этом вот событии В первой карте Мы прошли эти первые вершины И получили артефакт То есть расскажу вам На кого его лучше поставить Вот Как проходят эти события И что В принципе Предпринимать Как их проходить Ну начнем пожалуй С артефакта Так Вот получили мы артефакт Такой вот смотрите Благодать дары Добавляет 10 очков уклонения И очки здоровья 8% Это его основные характеристики В плане Подкача героя к параметрам Возможности артефакта А вот это уже его способность Активирует божественный щит Поглощающий До 120% урона В течении 5 секунд После того как герой Использовал особую способность Кстати вот фишка Да такая вот Насчет до 120% урона Вот мне никогда Когда я только начинал играть Мне непонятно было Что за проценты урона Какие проценты урона То есть допустим Ну урон это когда тебе наносят урон Да как бы вот Как бы я так понимаю Вот допустим Чувак там бьет там На сотку Урона А щит как бы поглощает 120 Смысл 120 поглощать Может он бы поглощал тогда 80% Да То есть формулировка по моему Немножко неправильная Потому что 120% урон Это в смысле вот есть у нас На персонаже урон 2000 То есть получится у нас 2400 То есть щит появится И у этого щита будет 2400 очков здоровья Вот так вот И так по всем навыкам Так по всем вот Описаниям Характеристик вот Ну перков И способности Вот как то так Оно все применяется То есть 20% урона Это от Параметров Нашего героя По составу команд Как вы видели В прошлых видео Да у меня стоял Стояли герои В первом ряду Шема и Деймон Почему именно на Шем Почему не на Деймона В принципе Деймон же Тоже танк Да и Шема такая Молодец Как бы вроде танк Оказалось Но Деймон все таки Будет помясистее Так скажем За счет перков За счет вот особенностей Каких то своих Его не так быстро пробивают Так мы это скажем Но Шема Лучше прохиливается Вот так вот Поэтому стоит конечно же На Шемке Потому что у нее есть еще навык Который увеличивает урон Если у нее Более полное с дороги Как то так Ну в общем артефакт Пока только один Потом мы его можем улучшить Вот давайте сейчас покажу вам Чтобы к этой теме Уже не возвращаться Артефактной Вот усиление Как только мы пройдем 13.40 Нам станет доступна Эта фишка И тогда мы сможем Тогда мы сможем Этот артефакт Вот смотрите Используется один из одного Сможем ставить уже На нескольких персонажей Одновременно То есть допустим 2 из 2 4 из 4 И так дальше То есть чем круче Мы будем его прокачивать Тем больше героев Может надеть Один и тот же артефакт Очень удобно То что не нужно Будет потом перекидывать С одного героя На другого И так далее Теперь вершины времени И вот чудесное путешествие У них есть Один Интересный момент Такой вот Общий Общий С такой локацией Как лабиринт Почему? Потому что У нас здесь тоже идут Карты типа реликвии Да вот И прокача энергии И здоровье Остается На протяжении Всего события То есть сколько у нас было Оно никуда не девается То есть мы не заново Начинаем бой С нулем Энергии И там Полным хп А вот Как закончилось Так и начинаем Давайте один бой проведем В принципе для прохождения Вот этих вот всех событий Какой должен быть уровень У наших героев Вот уровень сил Или же уровень Персонажей Я бы так сказал Что здесь в принципе Достаточно для старта Иметь уровень Ну Примерный Вот С тем который есть У команды противника Ну хотя бы примерный Там Ну Чуть чуть меньше Можно там Процентов На 20-30 Вот потому что Потом мы его Все равно Накопим Вот этими вот Реликвиями Будем брать Какие-то реликвии Которые будут усиливать Наших персонажей Ну вот К примеру Вот такую Взяли да Там Восстановление здоровья Все ровно Теперь будет Прохиливать всех героев Сразу на полное хп Вот он им там Чуть-чуть как бы Подкидывал А сейчас типа Будет сразу на полную Прохиливать Вот и наши герои Так будут обрастать Этими реликвиями И становиться Сильнее Почему вот уровень Такой же нужно иметь А не какой-то другой Фишка в том Что вершины времени В отличии от Чудесного путешествия И в отличии от Лабиринта Имеет фиксированный Уровень Здоровья У противника Ой Уровень Не здоровья В смысле Уровень Вообще героев То есть 85-й 85-й Все как бы Здесь будет Покруче Чуваки Вот 95-й Все То есть если мы сюда Придем на 200-м уровне Мы одним персонажем Можем вообще Выбивать все команды То есть здесь идет Не адаптивная Особенность Противника А вот фиксированная То есть какой уровень есть Так дальше Мы вот Всех выбиваем Всех получаем В чудесном путешествии В мистическом лабиринте Там идет все-таки Адаптивная уже Особенность То есть если Мы стартанули в событии С определенным уровнем То потом все У противника Такой вот уровень Он как-то Проходит корреляция С уровнем Ваших героев Но есть такая Фишка интересная Я вот заметил ее Если событие Допустим идет Определенное количество дней Там 2 недели Там или месяц То можно что сделать Можно зайти в события К примеру Уровень противников Проставится В зависимости от вашего А вы потом просто взяли Допустим Прокачали там 10-20 уровней Стали круче А противник остался На прежнем уровне Вот такая вот есть Схема Часто использую ее Для прохождения Туманной долины Вот так вот Такой вот Небольшой лайфхак Лайфхак Теперь что касается Вот Нашего Ренхарна И нашей библиотеки Как я и обещал Вот расскажу вам сейчас О союзах более подробно Почему? Потому что Не все игроки Понимают До конца Что же Эти союзы Дают Вот То есть Ну к примеру Нажимаем вот такой вот Да смотрите Используйте Трех следующих героев Вот Используйте Трех следующих героев Такого-то уровня И потом уже Легендарочка Плюс И мы откроем Третий уровень Союза Но Вот Если Так прикинуть Да Атака Плюс 1% И так далее В конце уже Там плюс 10 атаки Плюс 10 очков здоровья Даст нам этот союз И вот Многие игроки считают Что Эти параметры Распространяются Вообще на всех героев То есть На всю команду Сразу Но нет Эти параметры Распространяются Только Только на Наших целевых персонажей То есть Вот эти Которые указаны Здесь в союзе Причем Использовать их Можно и поштучно Потом То есть Ну не обязательно В союзе Их использовать Вот Просто у них Эти параметры Будут Учитываться В зависимости От союза Ну давайте Сейчас К примеру Возьмем Посмотрим Параметры Шемки Да Нашей Почему взял Именно этот союз Чтобы кое-что Еще рассказать 29 тысяч Смотрите 281 Здесь 16 Косарей Короче 902 Так Еще раз Вернялся Я уже забыл 29 281 Так Заходим В библиотеку Листаем Вот сюда И допустим Переставляем Какого-нибудь Ну уровень союза Убираем То есть Очки здоровья Сняли Косарь Так Где наши герои Вот уровень мощи Снизился И уровень здоровья Снизился Почему я Решил показать Именно этот союз Ну здесь Есть две причины Потому что У нас Основная команда Заточена На этих двух Персонажах Раз И второе Это вот Исторический Уже момент Да То есть Добавился Союз И Шемка Шемка Которую Все уже Как бы Ну не то что все Но некоторые Игроки Так это назовем Некоторые игроки Начали чмырить Мол А вот давайте Это Мол Типа так и так Мол не тащит она И тому подобное А вот после этого Союза У нее плюс 10 очков К здоровью И плюс 10 К атаке Стало Я заметил На основном аккаунте У меня Поменялись они местами То Шемка Была где-то Третьим персонажем По-моему В плитке А первым Была Белинда А сейчас Шема на первом месте А потом только Белинда И вот Использовал в одном бою Сразу этих двух персонажей Ну чисто посмотреть Как оно там Что будет получаться Вот Так вот Розалина пошла за Шемочкой Вот такая вот история Вот То есть При равном прокаче Соответственно там Но артефакты одинаковые Одинаковый у меня Был этот самый Ну там Шмот заряжен Т2 Фракционка Все как положено То есть Шема стала сильнее И на арене Ее стали чаще Игроки использовать Как-то так Но если С Союзами мы разобрались То теперь вот Настал момент Разобраться Почему же нас Выбивает команда Противника И что с этим делать Ну как вы видите У меня все персонажи Элит Даже не элит Плюс То есть Ну обычные Элитки Вот Что же делать Ну пробуем Первый вариант Так вариант Первый Короче Бой пошел Там Какая-то там Возня началась Ну кстати Сейчас еще Может и Затащим Да В прошлый раз Шема не успела Ультануть Не Все равно Забили Забили Шему То есть как бы Так оно и должно быть Для демонстрации Иначе Показывать будет нечего Если сейчас мы победим Да То придется искать Следующий сложный уровень Вот это выдает Вот это выдает Прям Ну Божина Конечно Он божина Он и в Африке Божина Но нет Все таки Его расстреляли Вот так То есть Что же нам делать Почему Как бы У нас вроде Все четко Какие-то Выстокие уроны Были Но тем не менее Нам Дали Люлей Что делать В таких случаях Ну здесь есть Много вариантов Как правило 80% Таких случаев Решаются Исключительно Перестановкой Команды То есть Просто Что-то Где-то Как-то Переставили Вот к примеру Вот так Вот да Дэймон Вроде он Такой Тоже мощный Можно Наверное Даже было бы На него Арт Перекинуть Потом Варианты Это Сделать Так Команду Ну просто Поменять местами Допустим Что первые Плюхи Получали Другие Герои Ну давайте К примеру Вот так Попробуем Сделать Не знаю Конечно Получится Затащить Не получится Но Стоит Попробовать Ну пока Вроде Как бы Все идет Гладко До сладко Да То есть Смотрите Мы Не вложили Ни копеечки То есть Не потратили Ни одного Ресурса При этом Бой Прошел Совсем По другому Вот То есть Не то Что мы Там С натяжечкой Как-то Пыхтели Пыхтели И вышли Нет Бой Прошел Совсем По другому Сценарию По сценарию Победителя То есть Мы здесь Вообще Прям раздавили Раскатали Этих самых Чуваков Как вариант Перестановки Ну Могут быть Вообще Каких Хош Там Прям Самые Даже Немыслимые Так На первый взгляд Казалось бы Да Ну Это Чухня Вот Так Вот Поставить Да А вот Попробуем Давайте Поставить И посмотрим Что же У нас Получится Чухня Получится Или Не Чухня Так А здесь Еще И вот Так Вот Сделаем Ну К примеру Да То есть Усилим Чисто Верхний Ряд У нас Верхний Ряд Будет Очень Мощно Танковать А Нижний Ряд Будет Проседать Рована Кстати Ставить Первый ряд Это Ну Далеко Уже Не Новшество В основном Используется Эта тактика Уже На Более Высоком Уровне Прокача Когда Рован Все Так Уже Может Нормально Танковать И Хорошенечко Оглушать Противника То есть Как вы Видели Да Все Можно Проходить Но Иногда Такие Перестановки Не Дают Никакого Результата И Тогда И Тогда Нам Необходимо Союзники Седьмого Этапа 7 1 Мы только Проходим И Получаем Или По моему 7 2 Точно Уже Не Помню Короче Седьмую Главу Начинаем И мы Можем Уже Брать Героев В Наемку Вот Это Да Вот Это Жесть Это Супер Чем Круче Гильдия Тем Соответственно Здесь Мощнее Будут Герои Но Я Как бы Крутился В том Пятом Уровне Гильдии Как бы Заместителя Главы И принял Себя же Вот Второй Свой Дополнительный Аккаунт В основной Гильдию Девятого Левела Там Где Все Мощные Ребята Прокаченные Где Есть Там Практически Все Персонажи И Все Четко Кого Хож Выбирай Все Прокаченные Союзы Заполнены На Максималочку Поэтому Проблем Вообще Никаких По Игре Не Возникало Почему Мы Взяли Сейчас Допустим Шемочку Даже Если У нас Есть Такой Герой Давайте Возьмем Попробуем Так Если У нас Есть Такой Герой То Мы Не Можем Использовать Второго Персонажа Это Понятно Но Иногда Стоит Взять Персонажа По Прокаченей Чем Наш И Тогда Мы Сможем Затащить Буй Вот Смотрите Так 8600 А так 6500 То На 2000 Разница Больше То У нее Получается Этот Один Герой Как Вот Эти Мои 4 Ну Давайте Попробуем Что Получится Правда Мы Выйдем Нам Не Нужны Такие Победы Совсем Уж Легкие Всех Покрошили А Шемочка Начинает Ультовать Так Ну Понятно Все Мы Короче Там Победили Выходим Почему Выходим Потому Что Сейчас Еще Не Самый Сложный Этап И Этих Союзников Этих В неделю Но Не в смысле Вот Мы Сегодня Активировали Еще Семь Дней Ждем Нет А вот Когда Начинается Обмен Вот Здесь Друзья Если Нажать Наемники Здесь Идет Время Кулдаун Такой Вот Герои Возвращаются Через Четыре Дня И Пять Часов После Использования Персонажа Можно Вернуть И Сразу То есть Допустим Нажать Вернуть И Основной Игрок Чей Этот персонаж Получится В обратной И сможет Кому-то Еще раз Дать В наем Этого Героя Ну Это Понятно То есть Если Мы Выбрали Трех Персонажей То Только Одного Мы можем Использовать В течении Семи Дней Вот Использовали В бою Выиграли Все Дальше Других Персонажей Мы использовать Не можем Но Это Только Для Компании Также Этих Героев Можно Использовать В фарме Боссов Там Гильдейские Мероприятия На Арене Нельзя Но Можно Вершины Времени Чудесное Путешествие Башня Короля И Мистический Лабиринт Причем В мистическом Лабиринте Можно Использовать Сколько Хочешь Раз То есть Если Мистический Лабиринт Перезагружается Хоть Каждый День То Мы Хоть Каждый День Можем Ставить Этого Героя И Проходить Вместе С Локач И Топтать Вот эти Все Дополнительные Локации Именно С целевым Персонажем Тогда Будет Легче Проходиться Шемка В этом Плане Будет Удачнее Всего Так Ну Какие У нас Еще Остались Фишки С прохождением Сложных Локаций То есть Мы Просмотрели Перестановка Причем Перестановка Не обязательно Новых Героев Вводить А Даже Бывает Что Внутри Уже Сложившейся Команды Сразу Заиграла Второй Вариант Это Использование Наемника Третий Вариант Это Конечно Ж Уровень Прокача То есть Смотрите Что у нас Тут Получается У противника Почти Сотый Уровень У меня 81 То есть Ну Как-то Вот Что-то Где-то Мы Катаем Нашей Пачкой Да Но Не Один К двум Пока Еще Мощь Противника Но Близка К этому И Противник Нас Может Выбить Что Его нужно Да Вариант Есть Еще Поставить Совсем Других Героев То есть Часто Бывает Такое Что Нужно Во-первых Фракцион Подбирать Чтоб По фракции Герой Шел Чтоб Контроля Было Побольше Причем Контроль Не обязательно Общий Как Тази Дает Часто Бывает Достаточно Контроля Который Дает Определенный Герой Допустим Нара Или Фокс Который Целевого Персонажа Как-то Будут Контролировать Часто Бывает Этого Достаточно Для Прохождения Теперь Если Так Не получилось То Нам Необходимо Подкачаться Сейчас У нас Что Здесь Не хватает Чуть 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 Поставить Шмот И Подкачаться Прокач Уровня Вот Такая Есть Схема По поводу Прокач Героев Как Лучше Качать Наших Героев Лучше Качать Всех Равномерно Или С какой То Основой С Уклоном На Конкретных Героев Как я Уже Говорил Основные Герои Которые Требуют Повышения Уровня Это Герои Первого Ряда И Уронщики У нас Так и Получилось Вот Наши Герои Первого Ряда С Уронщиками Вместе Как-то Так Сложилось А затем Остальные Персонажи По мере Их Использования В ближнем Бою Потому что В ближнем Бою Герои И Выбиваются Ровен Во втором Ряду В основном Стоит Вот Сейчас Мы В первый Ряд Ставили Вот Поэтому Он На Прокач В очереди Был Самым Последним Ну Лучше конечно Качать Вот Более Равномерно Потому что Нам нужна Еще и Массовка Вот Если мы Прокачаем Одного Героя Он будет Крутой Но Всю Массовку Выбьют И потом В пятером На него Набросятся Всякие там Контроли Будут Накидывать Навешивать И он Сразу Поплывет Поэтому Пока ждем Будем Продвигаться По карте Компании Соответственно Получать Возвышение И Увеличивать Уровень Героя Так Ну Здесь Тоже Все Понятно Но Прокач В одном Повышении Уровня Ведь Не Останавливается Да И Тогда Если Есть Возможность Качнуть Рамочку Получить Какие-то Ресурсы Дополнительные И этот Вариант Нужно Использовать Я Собственно Так и Поступил В чудесном Путешествии Как мы Уже Посмотрели Смертельные Топи Прошли В вершинах Времени Прошли Также Одну Вершину То есть Первую Получили Артефакт Но В смертельных Топях Что же Мы Получили Вот Такая Вот Есть Сумяра Здесь Получили Такой Чудненький Сундучок Котором Мы Выберем Какого Героя Как вы Думаете Ну По-любому Нискрэга На начальный Уровень Игры Но У нас Уже Есть Дэймон Поэтому Мы Берем Дэймона Раз Прошли Мы Еще Кстати Вот Такой Вот Также Седьмого Уровня Уже Локация Открылась Это Не Новичок Это Вот Прибыльные Испытания Сайласа Вот Арена Испытаний И мы Здесь Получили Много Вкусненьких Плюшек Ну В частности 300 Кристаллов И Немножечко Там Ну Дополнительных Там Сякие Сундучки То Все И 60 Камней Элитного Персонажа Проходил Я уже Этот Вариант На Автопилоте Через Макрос Более Подробнее О макросах Там Вот Если Хотите Можете Посмотреть На Канале Там Так И Забить Там Какой Нибудь Там Типа Макрос Там Все Объяснение идет То есть Ключил На Шоу Как Мы И И Канал Как Набили Не Сильно Много Так Здесь Кто Нам Выпадет Ну Как То Так Могли Бы Что Нибудь Поинтереснее Могли Б Бога Накинуть Да Чтоб Я Дальше Качал Потому Что Копия Элит Да То есть Первая Копия Персонажа Она Актуальна Честно Сказать До Сотого Уровня После Сотого Уровня Даже Если Мы Будем Через Кристал Поднимать Этого Героя Он Уже Ну Не Будет Так Качать Он Все Равно Будет Слабоваться У него Коэффициента Не Хватит Чтобы Вытягивать Уровень Вот Как Мы Смотрели С Героем Наш И Шема И Наемник То есть Там Рамка Какая Крутая Какой Там Прокач Идет То есть Просто По коэффициенту Герой Круче В 4 Раза Или Даже В 8 Получился Так Чуть Еще Докидываем Здесь Кристальчики Так 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 Но Вроде Все Теперь Нужно Переходить Только Призывчики И Докачивать Наших Героев Кстати В событии Вот Которое Сейчас Идет Это Сочная Праздник Осени Здесь Тоже Можно Получить Героя Но Здесь Пока Мне Никого Особо Брать Не буду Я получил Сундучок Понятное Дело Но Открывать Его Пока Не буду А вот По событиям Битва Крови Воинская Слава Здесь Я чисто Все Потратил На Корм Вот так Спустил На кормовые Карты Для того Чтобы Прокачать Нашего Дэймона Вот такой У меня Был Вариант Схема Сработала Все Получилось Так Вот Дэймона Качаем И теперь Докачиваем Дэймона Еще по Рамочке На золото Кстати Хотел Вот этого Чувака Качнуть Ну Как-то Даже Не знаю Стоит Не стоит Мне в принципе Корма Там осталось Не так Уже Много Добью Его До Золотой Плюс Наверное Так и сделаю Наверное Все таки Дэймон Чуть Побудет Еще В старой Своей Шкуре Валид Плюс А вот Ниру Я докачаю До Леги Плюс И активирую Союз Навсегда Чтобы получить Максимальный Бонус Для Шемы И максимальный Бонус Для Дэймона Так Что у нас тут Получилось Дэймон Теперь стал Покруче Сразу Да То есть Если он Был После Шемочки То сейчас Стал уже До Шемки Но и Осталось Теперь нам Еще Все это Дело Обмыть В призыве Обработать Хорошенечко Поначалу Для новых Игроков Призыв Прям Это Вообще Жесть Там Такие Крутые Перцы Падают Так Ну Люций Как бы Для моей Команды Пока Пока Он Не очень Потом Да Возможно Когда мы Там уже Станем Более Мощными Нам понадобится Какой-то Дополнительный Прохил Если понадобится То да Тогда Люций Конечно Будет Там Сжечь Призывы Что-то Совсем Слабенькие Пошли Ну Видимо Такие Говорят Хорош Ты там И так Уже Накачался Уже Дэймон Уже Элит Плюс Куда тебе Дальше И такие Куда тебе Дальше Вася На Дэймона Вот еще разочек Так накидывают Это молодцы Так Где теперь Взять еще одного Чтобы мы Докачали Сразу его До мифика Да То есть Нам сейчас Нужно Качнуть Лего Плюс А потом Через корм Поднять до мифика А далее Уже Именно предмет И так далее Пойдет Уже Все очень Очень круто Так Вот как раз На прокач Дали Это хорошо Пум-пур-бум-пур-бум-пум-пум Так Вот этих Вот тоже Да Качаем Пока катаем За эту пачку То есть В основном У нас Да Получилось Так что Могила Рожденная И Вот эти Вот Боги То есть Небесные Но Уже В скором Времени Совсем Скоро Нам Все таки Понадобится Разбавлять Основными Героями Основными Фракциями Нашу команду Почему Потому что Иначе Иначе Их будут Выбивать Вот такая Вот Особенность Потому что Корма не хватит Чтоб всех прокачать Так Ну давайте Попробуем Теперь уже Пройти Сколько у нас Получается Тысячу мы получили Да За счет Улучшения Дэймона А еще Мы можем Знаете что Еще мы можем Взять Короче Прокачать Дэймона На уровень Ну Чуть-чуть Как бы Добавили Тоже хорошо Вот как-то так А ну попробуем Здесь опасные Противники Практически Все Улерики Хоть и являются Зелененькими Да То есть Но при этом Имеют очень-очень Хорошую Выживаемость Пожалуй Одну из самых Лучших Вообще У персонажей Ну да Здесь быстро Все нащелкали Насчет Статистики Кстати Тоже еще Момент Интересный Да Дэймон Часто Бывает Что Наносит А вот Что Было У нас Герой Стоял Другой Дэймон Бывает Часто Наносит Больше Урона Чем Шемира Почему Так Ну это Все Потому что Он Типа Забирает Здоровье Да А потом Если Персонажа Не убили То он Его Возвращает Вот То есть По факту Получается Что Он Всех Ударил А потом Те герои Они Типа Как бы А Дэймон Такой Типа Набивает Очень Большие Уроны Но Это Как бы Нечестно Я считаю Потому что Нужно Как-то Вычитать Да Этот Момент То есть Он Взял 10 тысяч Персонажа Не убили Он Вернул 10 тысяч К примеру А урон Ему Засчитали Что Он Типа Десятку Набил Поэтому Иногда Некорректно Отображается Вот Этот Самый Список С уронами Так Ну Здесь Уже Основная Такая Фаза Новичка Подходит К концу Такая Совсем Ну Ну Бла Такого Да То есть Мы становимся Уже Таким Квалифицированным Новичком То есть Седьмой Седьмая Глава Этапа Компании Уже Как-то Где-то В чем-то Разбираться Начинаем И Открывается Нам Дополнительные Вот эти Все локации Уже Открылись То есть Начинается Серьезный Серьезный Профарм Следующий Выпуск Скорее всего Мы уже Будем Встречать С проблемой Перестановки Команды То есть Кого Как Улучшать Повышать Будем Наверное Уже Заменять Наших Героев Вот Потому что Уровень Уже Вознесения Будет У них Маленький Для прокача Уровня Обычного Основного И Что-то Нужно Будет Придумывать Ну Что ж Друзья А на Этом Пока Все Если Вам Ставьте Лайк И Подписывайтесь На Наш Канал А будут Вопросы Пишите В Комментариях И Смотрите В Плейлисте Остальные Видео По Этому Циклу Или Вообще Образовательные По Игре Афк Арена Там Все Довольно Подробно Расписано Пока Пока Друзья И До Встречи В Новых Выпусках